Виктор, мы сейчас в Африке. Прекрасная погода, замечательный вечер. Хочется немножко с тобой поговорить. Ну, отлично. Я тоже рад буду побеседовать. Возле города Люксора мы находимся. Место выбрано неспроста. Почему? Потому что меня интересуют храмы, меня интересует и античность, меня интересует история, меня интересует, я не побоюсь этого слова, один из самых древних народов мира сего. Места силы, самое главное, это зачем я сюда приехал. По поводу погоды, я могу сказать, сейчас февраль месяц, ну, не жарко, не жарко здесь. Но я как раз именно и выбирал именно такое время года для того, чтобы, когда посещаешь пирамиды, когда посещаешь храмы, они находятся реально в пустыне. И для того, чтобы не ходить при плюс 50 градусов по Цельсию, сейчас именно как раз неспроста выбрано такое время года. Но на самом деле сейчас достаточно прохладно, потому что ветер все-таки северный и холодный. Ну, вот тут, где я поселился, тут люди и купаются, тут даже бассейн есть с подогревом. У меня, к сожалению, нет времени на купание позагорать. Почему? Потому что у меня совершенно другая цель. Так вот, как раз хотела тебя спросить, за эти дни ты уже, естественно, что посетил не один храм. Вот и хочется спросить твое мнение, твои впечатления, что ты нового увидел для себя, что нам поведаешь? На сегодняшний момент, на сегодняшний момент я посетил 4 храма. Храмы, это город Люксор, это самый большой храм в мире, действительно храм фараонов. Конечно, произвел неизгладимое впечатление. Это мощь, это величие, этот масштаб, масштаб этих построек. Мы посетили еще один храм, который очень мало людей посещают. Храм, меня интересовало именно в том храме место силы. И так как у меня еще ко всему же была клиентка, будем говорить так, с проблемой деторождения, живет семейная пара с счастливой жизнью, но нет распределения души. Было мною выбрано именно это место. Это, кстати, тоже одна из таких причин было посещение данного храма. До сих пор ученые ведут споры, разработки, что в этом храме действительно осуществлялось ли искусственное оплодотворение и так далее и тому подобное. Но росписи на стенах свидетельствуют о том, что именно в подвальном, будем говорить так, полуподвальном, да, или скорее всего даже в подвальном помещении. Почему? Потому что мы туда опускались реально через ЛАЗ, в подвальном помещении. Через ЛАЗ довольно очень трудно туда еще и попасть. И там специальные несколько комнат. Парадокс тех комнат заключается в нескольких вещах. Первые вещи это, что зимой, летом, осенью, весной, неважно, в любое время года, в любое время суток, там одна и та же температура, и стены реально теплые. Там температура 36, колеблется от 36 градусов до 37. В редких случаях понижается до 35. Данное место было выбрано фараонами, богами для, по всей видимости, именно деторождения. Почему? Потому что на росписи, на стенах свидетельствуют о том, что были показаны мужчина и женщина, были показаны повитуха, будем так ее называть, будем говорить бог, который принимал роды, который свидетельствовал о деторождении. Также рисунки, наскальные рисунки, говорят, настенные, это не наскальные, это настенные рисунки указывают на то, что нарисован фалос, нарисован сперматозоид, нарисованы женские половые органы и так далее и тому подобное. Также было показано, ну вот тут ученые ведут спор, либо это так рисовали, передали, хотели передать свое видение и всю информацию, что это был нарисован член, то есть детородный орган мужской, или это все-таки колба, в которой помещен сперматозоид. Храм действительно непростой, это единственный храм, который расположен своими дверями не к речке Нилу. То есть многие наверняка из моих зрителей знают, что все храмы были расположены дверьми, то есть вход в храм всегда был обращен к реке Нилу. И если они с одной стороны находились, реки Нила, значит, грубо говоря, с западной стороны, на западную сторону выходили двери храма. Если по эту сторону реки, то получается двери выходили на восток. Это единственный храм, который был построен таким образом, что двери не выходят ни на север, ни на юг, ни на север, ни на восток. Дверь так расположена, что любой человек, находящийся внутри храма, всегда мог видеть, кто находится во дворе. Но со двора никогда никто не мог видеть, кто находится в храме. То есть это свидетельствует о том, что все было под наблюдением. То есть те жрецы, которые находились в самом храме, они всегда могли просматривать людей, ибо люди были во дворе, они были освящены, а сами жрецы, они всегда находились в темном помещении. Это говорит о том, что сразу храм продумывался изначально для того, чтобы было, грубо говоря, все под контролем. Естественно, я посетил место жрица любви, богиня любви, которая после жертвоприношения фараонов появлялась. Комната врачей. Что? Комната врачей. Врачевание. Да. Также была посещена, ну, естественно, комната врачевания. В основном, кстати, там проводились такие даже опыты, как опыты, приходили роженицы, которые хотели узнать в то время, будет мальчик или девочка, они сдавали свою мочу. Значит, роженицы приносили мочу и жрецы поливали землю с посаженными семенами ящменя и поливали этой мочой землю с посаженными и семена пшеницы. Следовательно, если семена прорастали ящменя, значит, это свидетельствовало о том, что родится мальчик. И если прорастались семена пшеницы, значит, следовательно, родится девочка. Вот таким вот образом, просто народным способом, скажем так, они определяли половые признаки новорожденных. Виктор, значит, я так поняла по твоему рассказу, что тебе понравилось, значит, ты выполнил те задачи, которые ты поставил перед собой. Перед собой или ту ответственность, которую я взял перед клиентом? Да, на себе. По сути, могу сказать, что выполнил и ту задачу, и ту ответственность, которую я взял перед клиентом. Почему? Потому что я провел несколько обрядов, я тут договорился, это была не общественная экскурсия, скажем так, это был не оплаченный какой-то тур общественный, в котором там, вы же понимаете, группа людей набежала, прибежала, и там дали им там селфи сделать 5-10 минут, и все убежали и обратно. У меня задача другая, поэтому, естественно, было договорено с арабами, которые меня привезли, я провел обряды, и мне был русскоязычный для меня гид, который мне действительно, я рассказал, и историю, где посетить, и так далее, и тому подобное. Ну, естественно, меня оставил на несколько там нужных мне минут в том помещении, в котором я хотел находиться, и я там проводил обряды. Кстати, он еще костюм уже, еще и стоял на охране, чтобы меня никто не потревожил. Вот так, вот. Ну, в принципе, по такому принципу, естественно, и некоторые обряды для некоторых клиентов, да, действительно выполняются. Ну, на этом можно подытожить.